Песня В этой песне рассказывается о том, что даже такое небольшое путешествие через весь город на лодке может вывести на такие большие проблемы. Впрочем, не будем заплывать вперед. Давайте по порядку. Всякая рыба есть. Окунь, лещ, карп, красноперка, плотва, пескарь. Всякая рыба. Щука. Но почти вся рыба воняет, кроме щуки. Воняет бензином, соляркой. Щука не воняет. Щуку можно есть. Да, только щука и промолчит о своих бедах. Но у реки свободно можно и самим выудить нужную информацию. Что в воде и, главное, чье. И вот анализы подсказывают адрес, по которому следует обратиться. Говорят, санитарный врач скорее общественный деятель, нежели медработник. Но иногда так хочется, чтобы и он включил сирену скорой помощи. И вот один из минских санитарных врачей. Сегодня это Игорь Григорьевич Першин. Нагрянул на завод и, видите, разговор еще не начался, но так и кажется, что собеседники мысленно уже произносят слова, которые не раз говорили друг другу. Начинает санврач. Выбросы от гальванического производства. Там тоже большое число металлов, числота, щелочи. Вот как с этим вы будете бороться? Над этим тоже надо работать? Мы сейчас над этим не работаем. Подумал в ответ представитель завода. А санврач упорно думает свое. Ваши выпуски идут в открытые водоемы. Мысль такая, чтобы она жила, была живая эта слитанская система. А не просто канава, по которой бы стекали стойки от трома предприятия и выходили бы дальше с вестничьей. Вопрос стоит остро. Если вы не превратите сброс, то мы будем вынуждены принимать какие-то меры по запущению, эксплуатации этой площадки. Если бы были нарушения в основном технологическом процессе, это было бы постоянно из анализа в анализ. К нашему счастью, это возникает только по разгильдяйству. Подсказывает истину внутренний голос представителя завода. А у санврача одно на уме. Значит, какие сроки вы можете назвать? Это в следующий год. В следующий год, да? На следующий год. На следующий год. Ну, вот и первая песня. Пусть не обманут вас сладкие голоса. Эта песня грустная. Припев на следующий год повторяется в ней несколько лет. Сегодня ни одна служба не может назвать установки, которые могла бы домулавливать, нейтрализовать. Поэтому искать то, чего нет, наверное, это неблагодарная задача и заниматься ей не следует. Ну, почему же не следует? Опыт вон через дорогу. Над этим литейным цехом Минского завода автоматических линий нет не только ни единого дымка, но даже ни единой трубы. Дым и пыль уносятся водой. Потом чистая вода обратно в цех, а грязь в отвалы. И никаких печальных песен. Поверьте, такого до примеров в нашем городе куда больше и куда приятнее было бы рассказать о них. Ну, о том, например, что вся водная гладь в городе не подарена щедрой природой, а создана руками самих горожан. Но тем резче и нагляднее контрасты, тем нетерпимее отношение к ним минчан, тем яснее понимание. Если сегодня, сейчас не спохватиться, можно опоздать. Субтитры подогнал «Симон» А санврач нагрел уже на другой завод. И здесь он, естественно, не впервые видите. Собеседникам даже не нужно встречаться. Каждый из них, отлично зная, что скажет сам и что услышит в ответ, на этот раз начинает представитель завода. Те, кто едут мимо нашего завода, обращают внимание на желтоватую пелену над нашим сталитейным цехом. Очень много выбросов в атмосферу, где-то порядка 70 тонн в сутки. Предельно допустимые концентрации по угарному газу превышаются, формальдегиду, по окислам азотов. Охотно поясняют анализы санврач. Представители завода не прочь обсудить чужие промахи. Значит, ошибка была допущена, когда начали строить дома против завода. Это ставить вопрос, либо убрать завод, либо убрать жилье. Ни то, ни другое сделать невозможно. Будут ли эти желтые туманы так постоянно витать? И вот оно, вынужденное признание. Единственный путь, который я сейчас вижу, заводу уменьшать выбросы. Именно для этого и поставили вот эту большую и сложную установку. Не учли, правда, что точно такая же вот уже 7 лет не дает результата на соседнем заводе. И санврач с грустью уточняет. Значит, практически вопрос этот отодвигается пока на неопределенное время. Совершенно верно. Для населения маловытешительного. Голос представителя завода звучит успокаивающе. Мы сами лично заинтересованы уменьшить эти выбросы, потому что большинство из нас живет на поселке. Я живу в первом доме от завода. Агитировать вас немного. Хотелось бы знать все-таки, каковы перспективы. С надеждой интересуется санврач. И мы решим проблему уменьшения выброса до 2000 года. И вновь знакомый мотив. Всего два коротких слова. А какая долгая песня. Странно установилась равновесие. Персональные штрафы легко покрыть премиями. Штрафы предприятиям едва ли не заложены в смету. Но охлопоты по очистке воздуха считаются терпимым отложить хоть на следующий век. А с водой как дела? Конечно, завод без очистки стоков сегодня просто немыслимо. Но производство растет куда быстрее, чем мощности по очистке воды. Грязь, попросту говоря, уже полилась через край. Несколько лет назад двум большим минским заводам была выделена площадка для строительства новой станции очистки. Вот это. Мы же знаем с вами массу примеров, когда выбросы в наши водоемы крупные приводили к тому, что реки практически вымирали. Все живое в них уничтожалось. И мы сейчас все разводим руками и говорим, что надо было думать об этом раньше. Вы много сбрасываете канализацию хромом, никелем, кислотами, щелочами, цинком. Многими химическими веществами, которые, в общем-то, губительны для природы. Завод слишком много усилий потратил для того, чтобы все же строить эти сооружения. Но ничего у него не получилось до сего времени. Пять лет уже существует проектная документация. Станцию почему-то длительно не строите. Я очень боюсь, что мы и в будущей пятилетке не будем иметь очистных сооружений. Ну, Илья Михайлович, как будем решать этот вопрос? Как будете решать? Ответный куплет этой тревожной песни хорошо бы услышать в хоровом исполнении, чтобы слаженно прозвучали голоса ученых, проектировщиков, плановиков, министров, от каждого из которых тоже зависит, быть ли чистыми в воздуху и воде в нашем городе. Не будем упрощать. Это действительно сложно и дорого. Перенести завод, закрыть комбинацию, орудить громоздкие установки. Но сомнений уже давно нет. Рано или поздно это придется сделать. А вот рано или поздно это могут решить настойчивость и твердость санитарной службы, ее возможности. Нет, техника и санслужба вооружена совсем неплохо. Чья труба дымит и что из нее вылетает, указывает уже лазерный луч. Только ведь с трубом лазерный указ. Решение-то принимают люди. И санитарный врач вновь отправляется на очередной завод, чтобы провести беседу. Каждую фразу, в которой, как вы уже знаете, можно легко предвидеть даже при полном молчании собеседников. Первое слово за санврачом. Большое количество пыли выбрасывается в атмосферу. Порядка 800 тонн в год. Много. Очень много. А директор привычно парирует. Могу вам представить анализ. Население видит пыль. Анализ. Высота вашей трубы достаточно большая. И рассеивание, то есть основная пыль, выпадает на расстояние 500, а то и 1000 метров. Это касается и центральной части города. Ну так уж очень серьезно нельзя говорить, что мы к природе относим, что очень плохо. От зоны Слепянского ручья, вот эту вашу свалку, отделяет там буквально где-то метров 5-6? Нет. Это будет метров 50. 30, 40 или 50. Наверное, это сейчас уже не столь важно. Совершенно верно. Надо убирать. Надо убирать. Согласитесь, что прогулять по набережной Слепянской водной системы, новой, красивой, и видеть наядом свалку, наверное, не совсем приятно. Не приятно. Не приятно. Я договорился на 500 погонных метров забора. Хотите забор поставить? Бетонного, да. Ну, забор решит вопрос, может быть, так сказать, визуально. Чтобы не видно было. Да, но стоки, стоки, они же будут просачивать. Все ясно. Надо убирать. Все равно это будет мешать. Вы активно убеждали и с полком, и с государственного санитарного службы о том, что обязуетесь свалку ликвидировать. Игорь Юрьевич, это не голословное заявление было. Главного инженера штрафовали, и главного энергетика штрафовали. Ну, я уже не знаю, так сказать, кому взывать. Можно согласиться с тем, что кое-кто относится к этому и не так, как надо. Вам придется брать всю вину насилия? Будем стараться сделать. Когда? Если хотите знать, этой песне 15 лет. Да-да, ровно 15 лет назад было решено вынести завод за городскую черту. Из белой пыли, вылетевшей за эти годы в трубу, можно было бы построить целый микрорайон. Вот как летит время. И вот как летят на ветер слова. Именно поэтому так принципиально поставлен сегодня вопрос о повышении роли санитарных инспекций по контролю за окружающей средой. Есть вещи, с которыми нельзя больше мириться. И потому мы хотим услышать голос санитарной службы наяву, а не где-то за кадром. А ливневка у них проходит через их автобазу, проходят городские ливневые сети. И они туда попадают. И в них имеется только один единственный ливнеприемник с колодцем. Когда я посмотрела, там на сантиметров 50-60, он забит весь грязью, нефтепродуктами. Уклон от мойки идет весь к этому колодцу, к ливнеприемнику. И все практически с этих очистных стекает в этот ливнеприемник, в этот отстойник. Течет, так течет. И практически выпадает в Слепянские рощи. Что Вы можете сказать о системе очистки? Ничего не могу сказать. Я знаю, что ее нет. Что начали делать, перспективу тоже не могу сказать. По крайней мере, честно, без отговорок. Если мы найдем с Вами общий язык в этом деле, значит, будем с большим эффектом решать эти вопросы. Что касается у них аккумуляторный электролит, практически это кислота, они сбрасывают для него и канализацию. В этот же опять же колодец все сбрасывают. Сливается неорганизованным путем все это. Идет напрямую в ливневую систему канализации. Сказать я Вам не могу, потому что что так конкретно делается, что касается аккумуляторной. Потому что все мы понимаем, что сливать этого, конечно, все туда сливать нельзя. Ну, Игорь Григорьевич, Ваше слово решающее. Мы бы хотели сегодня получить от Вас объяснение, во-первых, почему в таком состоянии запущенном находится вся эта Ваша система. Вот почему у Вас, Вы находитесь, в общем-то, в центре города, фактически у Вас такие вопросы, эти плохо решены. Какие у Вас объективные трудности, и что Вы будете делать? Не нужно этой песни, Игорь Григорьевич. Вы же знаете, что Вам споют в ответ. На следующий год, в 2000 году, а то и просто ля-ля. Воспользуйтесь же правами санитарной службы сполна. Должна быть личная ответственность за происходящее. Единственный выход из данного положения – это закрытие автобазы. Я вижу одно решение – автобазу закрыть. Пусть. Пусть для начала всего лишь автобаза. Но мы надеемся, что полноту своей ответственности за здоровье родного города осознают все, кто стал очередными объектами внимания санитарной службы. Как руководители ПМК-75 и автобазы Белорусской железной дороги так и ответственные работники Минского электротехнического, тракторного, гипсового заводов. Мы далеки от мысли считать именно их причиной всех бед. Сегодня охрана среды – острая проблема для любого крупного города. Но реки начинаются из ручейков. И мы убеждены – всегда есть люди, во власти и в силах которых каждому такому ручейку вовремя дать задний ход. Чтобы не звучали в наших городах «Песни над мутной водой» «Мất вернее подzustать», этой заходы в ноюда 3000 карт, но и puts позже в эфирском, что это сохраняет формирунавши, повредив с полученна тысяч для вниманияolenbildung, может от подборного unasmos по-народному заходим у во все равно ULGA Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok